Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-безумные мутанты. Так, что я хочу забрать? Во-первых, награды. Это раз. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Слизь плюс мусор. Годится. Так, теперь мы с тобой откроем пак за синие кубки и нам выпадает Микеланджело. Угу. Три звезды, отлично. Так, что у нас еще есть? Так, мы получаем с тобой награду за шестой канал. И я получаю 51 уровень. Ну и, соответственно, за это мы получаем с тобой награды. Так, ребят, сегодня мы... О, пять фиолетовых кубков. Замечательно. Так, по-моему, как-то громко, мне кажется, да? Сама музыка вроде как тиха, а вот эти вот эффекты очень громко звучат. Так, ну что, у нас с тобой, угу, пять с половиной миллиона мутагена. И вот я думаю, кого нам прокачать? Чингиза? Ну, как видишь, да? 170 уровень я ему вкачал. Или же... Слушай, я вот тут захотел Мондагека вдруг прокачать. Качал, качал, качал. И почему-то все равно у меня Кейси Джонс его переплевывает. Хотя у Мондагека, как ты видишь, 161 уровень. Или какой там? По-моему, да, 161. А у Кейси Джонса 150. То есть, уступает он, конечно, конкретно. Или же все-таки Рафаэля. Или Бибопа. Я даже, я вот не знаю, ребят. Я немножко в растерянности. Давай, наверное, Рокстеди вкачаем. Рокстеди нас еще, как говорится, не подводил. Так, что мы еще тут все, да? Получается, что все. Так, сегодня будем продолжать приключения, друзья мои, играть. И я надеюсь, мы дойдем с тобой до Рафаэля и сможем его победить. Так, в логово заглянем. Упс. И тут нас ничего не ожидает, да? Мы можем с тобой прокачивать додзу до 55 уровня. Но металлолома не хватает. Так, забираем здесь награду. Кстати, да, по героям, друзья мои. Помните, да, у меня было очень много золотых вот этих вот панцирьев. И я их тратил. Тратил и приобрел следующих персонажей. Трек. Как ты видишь. Не знаю, зачем он мне. И Карайка у меня появилась. Ну, они все двухзвездочные. Поэтому, ребят, на них никаких надежд возлагать вообще не стоит. Вообще. Все-таки вот, как у нас отличается Карайка от Лотоса. Ребята, у Карайки есть красная повязка. На голове. У Лотоса нету. Так, ну что. По событиям у нас все глухо. Идем в приключения. Да, друзья мои. Кстати, кстати, смотри внимательно. Я когда стал за кадром играть, да? У нас почему-то автоматически перешло все на другую часть. Как бы на новую, на новый эпизод игры. И посмотреть это можно вот здесь, ребята, в кодексе. Так, у нас, смотри-ка. 19.30 и 20.30 готовые миссии. Это первый сезон. Второй сезон. А вот, ребята, последний, да. Последний, что у нас, по-моему, появилось. Нет, вру. Это не последний. Хотя, сейчас глянем. Так, они идут зимой. Нет, это у нас про айсдака. Это не то. А где же тогда у нас получается... Вот, вот, ребята. Последний эпизод. Макман, понимаешь ли, начинает драться с крысиным королем. Я не понимаю, почему. Ну, а наши черепашки. Кстати, вот новый сплинтер, который добавлен в игру. Он уже как раз здесь, и почему они не сделали здесь перевода. Вот это немножко меня злит. Хотелось бы, конечно, почитать все это дело. Комикс посмотрел, и сразу у нас что-то с тобой здесь открылось. Хе-хе. Зашибись. Ну что ж, забираем 50 золотых панцирей плюс 50 фиолетовых кубков. Это круто. Так, ну что, друзья мои. Теперь нам надо отправляться, естественно, на приключения. И будем с тобой смотреть, как мы будем здесь вообще разруливать эту всю ситуацию. Так, скорость, естественно, надо будет нам поменьше поставить. Потому что у меня тут стояла четвертая. Мне просто очень хочется понаблюдать, как у нас тут пойдут дела. Но сплинтер, как всегда, умеет. Как всегда, получает звездюлей. И я боюсь сейчас он отдуплиться. Так, ну чингис врывается. Да, сплинтер все-таки завалили. И завалил лотос. Так, хорошо, будем смотреть дальше. В принципе, ребята, здесь без проблем. Остается бибоп, лотос. И с ними мы, естественно, справимся. Бамс, Роксведи пробивает лотос. Донни бросает свою бомбочку. И Шреддер со спины ушатывает. Отлично. Просто превосходно. Ну что, идем на следующий бой. На следующем поединке нас поджидает кто? Лотос. Опять Дементер здесь стоит, друзья мои. Два голема плюс клан Футовиц. В принципе, ничего сложного здесь нет. Главное Дементера взять под контроль. И все, друзья мои. Так, Супер Шреддер. Почему Супер Шреддер я его называю? Обычный Шреддер бомбит каменного голема. Он его, по-моему... А, он клан Футовца тут добил. Ну, чингис, ты видишь, да? Влетает топором, убивает каменного голема. Тут вообще расписка идет по полной программе. И я думаю, что лотосу тут не задобровать будет. А, Дементер еще тут жив. Так, ну-ка. Рокс, иди, давай. Накажи его. Давай, 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 давай. Чингис влетает. Все. Отлично. Ну, лотос, конечно, да. Тут жесткая какая-то. Шустрая, прыткая. Но, тем не менее, мы все-таки разбираем ее. Прекрасно. Так, ну что, идем с тобой на следующий бой. Это, получается, у нас третий. А нужно было пять, да? Пять боев сделать до того, как мы с тобой встретимся с боссом Рафаэлем. Так, ну что здесь у нас? Слэш. Бибов. И Рафаэль. Я одного, ребят, не понял. Каким макаром Рафаэль сам себе настакивает броню? Я когда дрался на арене, на ПВПшной, он постоянно... Там у меня остался в живых Спринтер и мой Рокстеди. И мы вдвоем воевали против Рафаэля. И этот Рафаэль, как сумасшедший, настакивал себе офигенную кучу брони. Мы его не могли пробить. У меня этот бой длился, ну, если не соврать, пять минут. Это как минимум. Пока у меня там чуть ли Спринтер уже не отдуплился. И Рокстеди на последнем издыхании все-таки пробил Рафаэля. Поэтому он какой-то имбовый там был. Не знаю, с чем это связано. Но здесь мы их порвали довольно-таки легко. Хорошо. Так, у нас с тобой, по-моему, еще один поединок. И после него уже будет босс Рафаэля. И я надеюсь, мы с ним справимся. Так, что у нас тут происходит? Опять Дементер начинает издалека бомбить. И самобесевывает, что на него никто не переключается. Вот в чем проблема-то вся. Так, смотрим. Опять у меня Спринтер в зоне риска. Также и Донателла, я смотрю. Кто-то из подписчиков написал. Рэй, хорош играть автобоем. Играй сам. Типа, ну, направляй удары, куда тебе нужно. Ребят, я пытался это сделать. И я тебе скажу следующее. У меня получилось это намного-намного хуже, чем он играет на автобое. Понимаешь, да? Так, тихо. Минус майки. Смотри, тут остается... Оу, щет. Запинали меня здесь. Поэтому, как бы тебе это объяснить. Мне, наверное, все-таки проще играть на автобое, чем в ручном режиме. Если бы здесь были бы пошаговые бои, да. Другой был бы базар. Но так как здесь, ну, все в реальности, то есть реал тайм, невозможно все это контролировать. Так, ну что? Леонардо тут надо... А, все, его уничтожили. Вот Дементра, если мы сейчас завалим, он самый вот подлый. Потому что он бомбит издалека, из-под тяжка. Ну давайте, ё-моё, ну вот бибобчик-то, блин. Отлично. Отлично, Чингис сделал свое дело. Теперь вот здесь вот давайте займемся Микеланджело, потому что у него есть дурацкая прыжка. Станете. Ну, тут мы его прижучили. Ну что же, а теперь, по-моему, у нас будет... Да. Босс Рафаэль. Ну, как ты думаешь, мы с ним справимся? Так, ребята, Рафаэль и Микеланджело. Остальное, в принципе, труха. Я думаю, должны. Я думаю, должны. Главное здесь уничтожить Микеланджело, потому что он станер. Чингис разбирается вон с теми тремя охламонами. Правда, его сейчас, по-моему, тут забомбят. Нет, Шреддер влетает, помогает Чингизу. Так, подожди, подожди, подожди. Опа, начинаются вот эти вот рывки рафаэльские. Все, он остался один, ребят. Шансов у него на выживание нет, поверь мне. Но урон он держит. Он держит урон. Так, если мы сейчас... Опа, Чингис влетел. Рок, стыдей, пробил. Так, давай, давай. А кто столько дамага нанес ему? Ты видел? Офигею просто. Нет, я, конечно, не против, ребята, но я удивляюсь, что мои персонажи могут наносить столько дамага. Так, у нас с тобой акт 19, миссия 11. И кто здесь у нас? Лотос, слэш, кожеголовый, ну и труха. Поехали. Тут главное, знаешь, что, мне кажется? Кожеголового как можно быстрее завалить, потому что он своим станом, этим капканом будет нам надоедать. Смотри, 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 что делает Лотос. Из-под тяжка сзади бьет сплинтера в спину. Ай-яй-яй, как нечестно. Молодец, Чингис. Давай, сноси этого кланфутовца. Рок, стыдей, никак не может там с Лотосом справиться. Но пока еще все живы. Все целенькие, так. Ну и все, тут крышкой. Лотос минусанули, остается вон слэш. Да, Шреддер его, походу, а нет, не Шреддер. Кто-то другой уничтожил. Опа, первый бонус. За столько-то времени, ну давай смотреть рекламу. Ну что же, 778 тысяч мутагена. Я, кстати, хочу посмотреть, что у нас там будет за босс следующий. Ага, это будет Микеланджело. Так, здесь мы с тобой заберем награды. 52 уровень я получаю. Так, бесплатный ящик с фрагментами. И сейчас, наверное, мы с тобой... Да, получаем персонажа. Двухзвездочного. И кто это у нас будет? Это у нас Рафаэль. Всего лишь на 6 у него прибавилась мощь. Так, доступные награды. Дайте мне грузоуровень награды. Господи. Что вам так сложно? Ну? Так, еще 200 зеленых кубков. Кстати, подожди секунду. У нас событие. А где? Где я могу посмотреть? Тут я не вижу, чтобы что-то изменилось у нас. Блин, сплинтер трехзвездочный синий. Блин, это было бы прикольно. Я не знаю, правда, чем он отличается от нашего вот этого обычного сплинтера. Но какая-то разница должна быть. Так, что я хотел еще глянуть? Мы вот здесь с тобой брали, да? Вот эти вот кубки. Да, здесь. Друзья мои, вот это вот. Я не могу понять, где я его получил. А где он? Он у меня не открылся. Этот персонаж. Если брать именно по героям. Смотри, его нет у меня. Но там он отмеченный как взятый. А выглядит он... Вот он. Это Саванти Ромеро. Не пойму, какая тут логика. Там я его взял, а здесь он не открылся. Вот такая вот петрушка. Ну что, друзья мои, мы с вами двигаемся. Правильная дорожка, как говорится, к самому Микеланджело. Раз, два, три. Три поединка нам еще нужно сделать, и мы с ним схлестнемся. Так что давайте, поехали. Так, у нас здесь лотос. Рафаэль. И все, в принципе, остальное труха. Ну, трухой я называю этих каменных големов и кланфутовцев. Потому что они для нас, ну, вообще никакой угрозы не представляют. Мешаться, да, но именно угрозы нет. Ты видишь, что делает Чингис, их просто разбирает на изи. Так, с ними разобрались. Вот теперь переходим к реальным противникам. Это вот Рафаэль. И Карайка. Так, Рафаэлю, видимо, уже, ребят, все. Карантарики. Сейчас его Донни тут. Или, да, Рок, кстати, все-таки пробил. Ну что, переключаемся с тобой на Карайку. Точнее, на Лотоса. И все, ребят, уничтожаем. Да, следующий бой. Смотрим, кто у нас тут на этом поединке. Так, здесь у нас опять Дементер, Леонардо, Бейбом и Слэш. И один кланфутовец. С кусарегами стоит, да? Ну-ка посмотрим. Вот, видишь, что делает подонок? Стреляет со своей штуки именно по сплинтеру. Рок, кстати, что-то у меня уже покоцанный какой-то. С чего вдруг? Ну, сплинтер-то понятно. По нему Дементер там вжаривал. Да тут еще и Слэш на него переключился. Ой-ой-ой, сплинтеру, конечно, карантарики сейчас будут. И у Леонардо там ушатал. Получи. А трог среди пробивной. Там оно что происходит? Так, Слэш. Там больше Бейбов пострадал. Слэш почему-то... О, во-во-во, давайте на Дементера, друзья мои. На Дементера переключаемся. Ту-ду. Одного удар вот этой вот секирой достаточно было, чтобы его уничтожить. Да. Чингиз тут, конечно, вытворяет дела. Слушай, подожди, а я же не прокачивал персонажа. У меня вроде бы мутагена-то хватает. Ведь хватает же... А, всего лишь 2 миллиона. Все равно, я думаю, надо прокачать мне Чингиза. Один левел это тоже, как говорится, прибавка к силе. И она нам пойдет, как говорится, впрок. Ну что, погнали, ребят. Еще один поединочек и будем уже драться с Микеланджело. Кто здесь у нас? Бибоп, Рафаэль и Лотос. Блин, а что так Чингиза-то мне? Кто? О, ты посмотри. У него уже очень мало здоровья. И я так и не помню, кто его там начал петрушить. Скорее всего, это Лотос. Так. Шреддер минусанул каменного голема. Так, Сплинтер сделал ускорение и, видимо, сейчас погибнет. Этот гранат успеет бросить или нет? Если успеет, да. Шреддер хана. Также и Сплинтеру сейчас будет крышка. А у них кто там в живых остался? Ага. Значит, Лотос и Рафаэль. Лотос, видимо, ребята, сейчас... Ах ты, не туда, не туда. Ты, Чингиз, сделал свой удар. Сейчас, по-моему, Чингиза завалят. Лотос его завалит. Пока там Донателло бежит, хотя, подожди-ка, может быть, не все так плохо. Нет, все отлично, друзья. Мы все-таки справились. Чингиз успел избежать смертельного урона именно своим рывком. Он переключился на Лотос. А этот Рафаэль готов был его, конечно, уничтожить. Ну что, друзья мои. Микеланджело. Давай посмотрим, с кем он будет здесь. Майки, он вместе с Лотосом. То есть, никаких проблем, в принципе, не должно быть. Единственная проблема, что он может оглушать, стадить. И все. Ну. Еще стакать себе броню. Там, конечно, офигительно он. Вот с этими хламонами надо разобраться. Не мешается. Так, и минус клан Футовиц один. Так, ускоряем Донателло. Так, сейчас, по-моему, минус каменный голем. И мы переключаемся. Ну, уже все на майке, ребята. Грубо говоря, переключился у меня Рокстеди. Этих мы разобрались с тобой. Чингиз, давай, не подведи. Вырывайся туда со своим круговым ударом, и будет все круто. Вот, начинает встанеть, ребят. Майки своей вертушкой. Да нет, конечно нет, ребят. Они здесь не выживут против нас. Эта команда вообще лопухов каких-то. Хотя у нас многие в стане стояли. Ну что же, переходим на следующий поединок. И смотрим, ребята, кто у нас здесь. Рафаэль, Слэш и Кожеголовый. Плюс два каменных голема. Шелуха, одним словом. Смотрим, что у нас здесь происходит. И, кстати, потом мы глянем с тобой, что за следующий босс у нас там, по идее, будет. Очень, очень, ребята, красиво. Красиво делает у нас Шреддер. Прям со спины уничтожает каменного голема. Мне понравился вот этот вот ход. Рокировочка. Рокстеди добивает второго каменного голема. Шреддер добивает Кожеголового. Отлично сыграли. Они тут распасовочку неплохую сделали. Вот бесит меня, конечно, Рафик. Чем бесит меня? Своим рывком. Он всегда успевает, умудряется уйти из-под смертельных ударов. Ну, еще, естественно, и Слэш со своей вертушкой достает уже. Но я думаю, здесь-то мы с ним справимся. Правильно, Донни. Отлично сделаешь. Шреддер со спины ему бьет. И, да, тут добивка была. Стопроцентная добивка. Никуда бы он тут не делся. Так, а мы с тобой глянем, что у нас там будет за Басецкий. И Басецкий это будет, ребята, Донателло, собственно, персоной. Донателло. Они что, решили всех черепашек, что ли, вывести против нас? Ну что же, давай здесь. В принципе, здесь ничего сложного нет. Донни мы с тобой разберем вражеского. Он, в принципе, с полтыка. Вот Дементер опять начинает, да? Как всегда, по сплинтру бомбить. И никто на него не переключается. Вот это вот меня раздражает. Жалко, здесь нельзя сделать приоритеты своим персонажам, кого бить в первую очередь. Я бы, конечно же, сделал, чтобы они уничтожали Дементера. Он бесит. Бесит просто-напросто. Издалека бомбит. Донни очень крепкий. Почему-то Шреддер его не пробил. Как ни странно, Рокс-Леди тоже его не пробил. И неужели он погибнет у нас? Шреддер. Да, друзья мои, погибает. Так, Чингис делает правильный удар. Круговой, естественно, так и надо было. Так, вот смотри. Опять же, ребята, мы занимаемся, слышим, в тот момент, как Дементер тут из-под тишка. Из-под тишка начинает стрелять. И сейчас он уничтожил. По-моему, здесь проиграем мы. Только лишь из-за того, что вот этот вот... Да, проиграли. Они уничтожили меня. И все вот из-за этого хламона. Как ни странно. Поэтому, мне кажется, нужно мне сплинтера убрать в надежное место. А куда ты его уберешь-то? Ну, давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Потому что мне досталось, что его все время этот Дементер контрит. Постоянно. Вот так вот, лучше бы сказать, все это будет. Так, теперь Донателло получает звезды. Да, е-мое. Так, а нам заменить Донателло неким, наверное, да, будет? Наверное, неким. Ну, по крайней мере, здесь сплинтер живет подольше. Как ты видишь. Дони дерется с Дементером. И никакого эффекта я не вижу в этом. Даже урона ему не наносит. Неужели ты такой Донателло слабый в ближнем бою? Я не верю в это. Я не хочу, я отказываюсь в это верить. Тут Донателло... Ага, пробил все-таки Чингиз. Нет, Чингиза тут нет в помине. Кто-то другой, ребята, его уничтожил. Так, ну вот, смотри, Дементер остался здесь. Нет, ребята, не выходит ни шиша у нас. Прикинь, вот опять же остается слышь. И этот хлеборотный. Как же нам сделать это тогда? Давай-ка я посмотрю все-таки на свой отряд. Если я уберу... Блин, если я уберу Донателло, то все не получится. А с другой стороны, толку от него никакого нет. Может быть, Рафаэль непрокаченный. Как сделать-то лучше. Ну, давай вот так вот попробуем. Там чуть-чуть буквально нам не хватает, ребят. Команда-то вообще ни о чем. Что у них тут? Слэша, Дементер и плюс Донателло. Остальное все мелочь. И мы не можем здесь с ними справиться. Так, ну вот, два кланфутовца минус, как ты видишь. У них остается Дементер. Слэш. У нас очень много здоровья. Вот если мы сейчас Дементера ушатаем, практически у нас получается. Да, все, ему крышка. И остается у нас как раз вот Слэш плюс Донателло. Слэш, Донателло. Слэш, по-моему, ребят, пора отправлять уже на покой, я так думаю. А что Рокстеди? Рокстеди собирался делать разбег и почему-то отказался от этого дела. А в чем проблема? Что случилось? Кто ему сбил? Хм. Ладно, уже не важно, ребята. Прошли мы этот поединок с горем пополам. И идем с тобой на следующий. Здесь вообще на изи, потому что, ну, только лишь Лотос остался. Этих, ребят, мы разберем с полтыка. Потому что это обычные рядовые мобы, да? И нам как бы не составит труда их уничтожить. Они очень много получают урона. А вот Лотос, да, Лотос здесь, конечно, сейчас начнет свои рывки, прыжки. Ну, ты видишь сам, минус голем. Сейчас минус этих двух големов мы с тобой, дуф, своей секирушкой. Хоба, все. И остается вот как раз только лишь Лотос. И вся наша армия будет, естественно, ее пинать. Здесь никакого шанса у нее на выживание нет вообще. Отлично, друзья. Так, ну что, по-моему, мы с тобой дошли до Донателло. А, нет. Вру. Вру, ребята. И еще поединок. Короче, здесь Лэш, Леонардо и Бибоб. В принципе, тоже команда так себе. Но почему... Что? Что? Ты посмотри, минус Донателло, минус Рокстеди. Это на первых секундах боя. Это как такое вообще может быть? Это кто сделал такое чудо? Ты посмотри, этот Бибоб, он сосунок. Его разбирает просто с полтыка. Остается кто? Слэш? Ну, Слэша вдвоем. Я извини, не Чингис и Шреддер. Конечно, не должны его уничтожить. Они так и сделали, в принципе. Так, ну что, дошли мы до босса или нет? Да, ребята, вот он сам. Донателло, собственно, персоны. Давай посмотрим, кто у него в отряде. Ого! Слушай, ему тут дали усиление в виде Рафаэля и Донателло. Ой, и Микеланджело. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, здесь будет сложно. Этот со своими рывками, этот с оглушением, да, Микеланджело. И сам Донателло, естественно, укрепляет броню. Бросай свою бомбочку. Вот Шреддер зачем-то переключается на клан Футовца. О! Чингис просто с ударом его снес. А Рокстеди вообще там на соплях живет. Его в любую секунду сейчас просто сдует. И все. Шреддер сбивает броню. Ту самую, которую настакивает Донателло. Видишь, ты посмотри, сколько он брони себе, ребята, надкастовал уже. Да, тут, походу, нам трындец. Остается Шреддер плюс Чингис. А у них кто? Майки и Донни. Ну, Майки, в принципе, можно разобрать, если постараться. Но Шреддер почему-то переключился на Донателло. Надо было Микеланджело. Все, мы его уничтожили. И один Чингис остается против Донни. Давай посмотрим, кто кого. Естественно, сейчас Донателло будет стакать себе броню. А Чингис просто не будет успевать, наверное... Оу, хорошо сейчас звезданул. Чингис, видишь, он, ребята... Ой-ой-ой, ему тяжело пробить броню от Донателло. Поэтому, скорее всего, мы здесь фэдимся. Очень много стакает. В отличие от Донни, наш Чингис этого делать не может. Он не может стакать себе броню. У него идет автоматическое накопление брони против определенного количества ударов. Но не столько много, сколько этот стакает себе. Поэтому давай мы, наверное, с тобой вот так вот поменяем. Многие думают, что от перестановки ничего не меняется. Ребят, поверьте мне, меняется. Очень много. Тут тоже все зависит, кого будут бить, кто будет кого контрить. Это уже проверено. Это не первый бой. Так, а вот тут уже фигово все. Потому что Чингис почему-то получал кучу звездюлей, а мы еще тут никого даже не вырубили. Как они это умудряются делать, я не знаю, ребята. Шреддер тоже уже практически погиб. Не практически, а погиб уже. Следующий, я так понимаю, на очереди Чингис будет. Не может у меня Рокстеди пробить их. Просто не может. Ну, сейчас было хорошо. Если мы сейчас майки вырубим, это уже будет большой плюсик. Но если вырубят мне Чингиса, это будет большой минус. Так, Голема почти, да, ушатали. Все, отлично. Кто остается там у них? Рафаэль плюс Донателло. Нам нужно преимущество. Да, минус Раф. Ребята, и вот втроем, вот втроем можно, конечно, Донателло сейчас ушатать. Потому что он не будет стакать себе столько брони. Мы ему будем постоянно ее сбивать. Но ты не забывай, что Чингиса убрали. Убрали, друзья мои, Чингиса. Ну что, ну я не знаю, ребята. Рокстеди не настолько дамагер, чтобы уничтожать ему броню с полточка. Если бы у нас был бы кто-то из тайнеров, типа Микеланджело, прокачанных, естественно. Мы бы, наверное, смогли бы его победить. Ну, давай посмотрим. Донни вроде бы пытается настакать броню. У Рокстеди она, в принципе, по максималке. А вот если Донателло у нас ушатает нашего, то уже будет дело дрянь. Ты видишь, да? Они обмениваются этими гранатами. И Рокстеди очень долго почему-то, ребята, ооо, не-не-не, не получится минус Донни. И, соответственно, Рокстеди здесь не вытянет. Он один здесь не потянет. Он не пробьет броню здесь ему. Он ему будет сбивать, вот опять будет стакать ее. И поэтому от этого результ... И видишь, дамаг какой. Он сам по себе, блин, мощный, этот Донни. Именно в плане защиты. Не могу. Не могу пробить и все. Тут, скорее всего, нужны персонажи, которые имеют свойство рывок. Рокстеди здесь, ну, вообще фейлится по полной программе. Ну, что тут можно поставить? Ну, давай попробуем с тобой сыграть через Бибоба. Может быть, что-нибудь из этого и да получится. Может быть, бибоб. Но Бибоб, как всегда, склеснулся с Донателло, именно с Босяцким. И, соответственно, сейчас он получит звездюлей по полной, блин, программе. Ну, тут у нас и Чингиз тоже. Видишь, вот эти звездочки, ребята? Это оглушение. А оно хоть и на дуле секунды, но это очень много чего решает. Вот это вот чертово оглушение. Минус сплинтер. Понимаешь, минус сплинтер, сейчас минус Чингиз, а там, по-моему, и Дорокс, где-то берутся. Шреддер уменьшил. Это вообще фуфу, ребята. Ты, блин, вообще за три секунды. Неужели из-за того, что мы с тобой убрали Донателло? Ну, в принципе, в чем преимущество, ребята, Донателло? Донателло бросает свою бомбочку, да, и вешает на наших персонажей броню. Как-то так. Давай вот таким вот образом попробуем. Я уже не знаю, что здесь делать. Блин, конечно, усилили тут команду. Именно Рафаэле дали, плюс Майки. Майки этот вечно стан свой выпускает. После вертушки. И немножко вот эти вот, конечно, отвлекает. Они не столько мешают нам, сколько отвлекают. Ох, ничего, вот это было сейчас круто. Кто там так зверско звезданул по Босяцкому? Вот эту вот сразу полоску ХП мы с него снесли. Это было круто. Подожди-ка, кто там остался? Там я вижу Майки. А, они все живы еще здесь. И Майки, и Рафаэль. То есть, мы решили разобрать вначале Дони, что ли? Я не возражаю, в принципе, нисколечко. Но просто у нас тут остался только Чингис и Рокстеди. Смогут ли они вдвоем распетушить? Не знаю, ребята. Дони, в принципе, готов, ребята, отдуплиться. И еще удар по нему, и все, ему крышка. Чингис, давай! Ага, это сделал Рокстеди. Молодец, красавчик. А вот теперь, а вот теперь с этими охламонами нужно разобраться. Блин, я не знаю. Нет, походу, дело не получится. Блин, а так красиво шли. Очень много сил мы потратили на уничтожение Донателло. Очень много сил. Если бы мы вот эти силы бросили бы на уничтожение Рафаэля и Микеланджело, то Доника бы мы в конце просто разобрали бы на Изи. Не знаю, как тут, ребята, еще сделать. Что тут можно, как сказать, предложить? Какие-то новшества. Хилла нету. Был бы хил, было бы хорошо. Сейчас, опять же, сплинтера уничтожат, блин. Вот они переключаются совсем не на то, что мне нужно, понимаешь? Вот, видишь, вот у Рафаэля, ребята, мало здоровья. Зато этот, Рафаэль... Точнее, у Майки было мало здоровья. Зато Рафаэль идет полный настаканный с броней. Прыгает. Уничтожь Майки. Нет, он уходит из-под удара, но мы его все равно не задели, ребята. Вот смотри, вот здесь вот интересная картина. Получается, Роксли разбирается с Рафаэлем, а вот эта наша тройка бомбит Дони. И, кстати, вот здесь как раз есть офигенный шанс выиграть. Чингис переключился. А, мы Дуни уже завалили. Воу-воу. Тогда все. Тогда, ребята, Рафаэль здесь не потянет. Да, он будет делать рывок, будет себе немножко стакать там броню, но, извини меня, вчетвером его, конечно, тут запетрушат. Наконец-то. Фью. А что? А что вы хотели, друзья мои? Все правильно, все по справедливости. Так, давай-ка заберем, чтобы награды здесь. Так, это у нас мусор. Куча мусора. Так, и хочу посмотреть, кто у нас там будет следующим боссом. А следующим боссом у нас, ребята, будет Рафаэль. По идее. Рафаэльчик, да? Так, я могу еще додзу прокачать. Опа. Так, он 53 уровня. Так, ну, шестой канал, друзья мои, я прошел. Ну, как прошел, его пройти невозможно, но я уже на 247 этаже, как ты видишь. Плюс я все ПВП бои выполнил. То есть, там нужно ждать откат. Это все делается, естественно, специально, чтобы получить и бонусы, да, на усиление наших героев. Ну, и всякие там остальные плюшки. В общем, вот такая вот у меня команда. Чингис. Несмотря на то, что у него 4 звезды и 171 уровень, все равно он, ребята, находится на третьем месте. Но это объясняется легко и просто. Когда мы с тобой открываем персонажей, да, за зеленые и синие кубки и за фиолетовые, нам выпадают с тобой дубли. И эти дубли плясуются. Поэтому вот у Сплинтера больше всего дублей выпадало. Поэтому он, как говорится, ненамного отстает. Точнее, ненамного опережает этого Шреддера. Ну, да ничего. Все еще, как говорится, впереди. Зато Чингис, мне кажется, будет все-таки сильнее, чем Сплинтер. Если брать вот так вот по чесноку. Сплинтер хоть и мощнее, но Чингис сильнее. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами, наверное, на этой ноте закончим. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. И, естественно, будем дальше играть в приключения. И, наверное, сможем, так сказать, пробить Рафаэля. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.